Их происхождение относится к феодальной эпохе, когда пэрами были коронные вассалы, пользовавшиеся привилегией суда равных себе в Германии пэри исчезли рано, обратившись в имперских князей, если теперь когда. Иногда и употребляется этот термин в применении к членам верхних палат Пруссии и Д.Р. германских государств, то только в обычной речи, а не официально. Пэр и Франция основная статья, пэрство, Франция, во Франции пэр и духовные и светские, фактически весьма различавшиеся между собой по могуществу и богатству, считали себя равными. После смерти Карла Великого они достигли решающего влияния на ход государственных дел, и когда его династия угасла, выбрали из своей среды нового короля Гуга Капета, 987 год. К пятому времени пэрами признавались только герцоги Бургундский, Аквитанский и Нормандский граф и Фландерский, Тулуский и Шампанский, Гуга Капета и следующие короли присоединили к ним архиепископа Реемского и нескольких епископов, так что число пэров равнялось 12. Позднее, с конца 13 века, оно значительно увеличилось. При коронационных торжествах они держали знаки королевского достоинства. Они имели постоянно свободный доступ к королю, место и голос в суде пэров, заседавшим обыкновенно в Париже, но иногда разъезжавшим вместе с королем. Позднее этот суд пэров обратился в парижский парламент. С ростом королевской власти самостоятельное политическое значение пэров падало, пока они не обратились окончательно в высший придворный класс, имевший влияние только через посредства короля. Революция 1789 года отменила дворянство, а, следовательно, и пэров, число которых к этому времени равнялось 38, все с герцогским достоинством. Реставрация оживила институт пэров, создав хартией 1814 года наследственную палату пэров, являвшуюся, 1, верхней палатой парламента и 2, судом для государственных преступлений и для должностных преступлений депутатов и министров. С достоинством пэров было соединено жалование, король назначил 200 пэров, но потом беспрестанно прибегал к новым назначениям, чтобы влиять на палату. После июльской революции пэры были сделаны пожизненными. Революцией 1848 года институт пэров отменен. В Англии, во Франции новое пэрство, зависимое от короны, не достигло и тени той самостоятельности и значения, которым оно пользуется в Англии. В Англии, при наследниках Вильгельма Завоевателя, пэрами были все непосредственные вассалы и короны. Позднее это имя применялось только к тем из них, которые заседали в Королевском Совете, Чуреригес, к так называемым Баранёс Майорис. Таким образом, звание пэра было тождественной со званием члена Чуреригес, когда король призывал кого-либо в последнюю, то тем самым он делал его пэром, вследствие этого различались пэрой крупные землевладельцы, английский пэраги Батинурия, от пэров призванных, английский пэраги Бурид. История пэрства тесно связана с историей английского парламента. Звание пэра наследственно в мужском колене, попытка короны в 1856 году создать институт пожизненного пэрства оказалась неудачной, вследствие протеста Палаты Лордов. Она осуществилась только в 1958 году. Старший сын пэра делается пэром только со смертью отца, таким образом не все лорды являются пэрами. Точно так же не все члены Палаты Лордов признаются пэрами, на лордов духовных это звание не распространяется. В свою очередь, не все пэры фактически являются членами Палаты Лордов, некоторые, а именно пэры шотландские и ирландские, являются членами Палаты только потенциально, то есть могут вступить в Палату по избранию, см. лорды и парламент. Число английских пэров неограничено и постоянно растет, вследствие новых возведений в это достоинство. От права возведения в достоинство шотландских пэров корона отказалась в 1707 году. Один новый ирландский пэр назначается, когда вымирают три старых рода. С конца 18 века, с появлением и ростом торгово-промышленной буржуазии, силы и влияние пэров падают, и Палата Лордов, где они заседают, отодвигается на задний план. Все старые привилегии пэров, кроме одной, наследственного права заседать в парламенте, в настоящее время когда исчезли. На моем канале вы найдете еще много интересных статей. Понравилась статья? Ставь лайк и подписывайся на канал. Оставляйте ваши комментарии, обсуждайте статью, а также делитесь в социальных сетях.